Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодня я приглашаю вас в это удивительное путешествие по проекту, который называется Платье золотое. Сейчас покажу, на каком этапе оно у меня находится. Вот такая красота у меня получилась. И сегодня это будет обзорный мастер-класс вот этого процесса, ну так скажем, юбка к этому платью золотое. Кто только что зашел на канал, я оставлю ссылку на источник. Источник это MyColibri.ru Вот это платье вы видите сейчас на мониторе с надписью сайта. Пожалуйста, проходите. Кто может вязать самостоятельно, можете это сделать самостоятельно. Ну, а кому интересен мой процесс со всеми изменениями, пожалуйста, оставайтесь вместе со мной. И еще сегодня мы с вами вместе откроем вот эту посылочку. Там находятся бамбуковые спицы. Ссылками, где я покупала, я уже оставляла под всеми видео. И оставлю, конечно же, и под этим видео. Там несколько пар спиц. Я уже не помню, то ли 6, то ли 7 пар бамбуковых спиц. Это то, что я хочу вам рассказать в этом видео. И схематично нарисую все размеры моего платья. Расскажу о ниточках. И то, что я планирую сделать дальше. Какие изменения я... Ну, то, что я изменила в этом проекте, расскажу подробнее. Итак, давайте вернемся к самому платью. Как вы помните, платье начинает вязаться снизу. Количество петель я, конечно же, скажу, но у вас оно может быть разным. Это видео будет и шпаргалка для меня. Потому что мне настолько понравилось вот это платье. Я хочу всю информацию о нем закрепить в этом видео, чтобы потом воспользоваться этими данными. Я часто по своим видео тоже хожу по мастер-классам. И все в голове держать невозможно. Какие крючки, какие спицы, сколько петель, какое расстояние, в смысле, какой размер. Все это очень важно. И вот сегодня я сделаю очередную такую шпаргалку для себя. Ну и, конечно же, кому интересен этот проект, пожалуйста, оставайтесь. Итак, платье начиналось вязаться вот снизу. Здесь резинка идет 3 лицевые, 2 изнаночные. Набирала я 290 петель, чтобы вот эта резиночка пошла безотрывно. То есть рисунок резинки кратен 5 петлям. 5 или 10. У меня здесь 290 петель. Связала резинкой. Потом пошел вот этот листик. Мастер-класс есть на канале. И когда я дошла до ажурных вот этих ромбов, я убрала 2 петли. У меня осталось на спицах 288 петель. И пошла вязать вот этот рисунок. Значит, спицы в начале у меня были 3,5. Провязав вот этот рисунок вот до этого места, вот даже видно здесь немножко границу, я поменяла спицы на троечку. И пошла вязать дальше вот это вот полотно. Это что касается по спицам. Кстати, спицы здесь вот такие же китайские на тросике. Тросик мне очень понравился. По сравнению с леской, мне вот это нравится больше. Двигается все как-то быстро. В общем, я очень довольна этими спицами. Видите, какое я решение соединила спицы канцелярской вот такой резинкой для денег, да? И потом все это дело, чтобы петли не убежали, я прогладила. Я еще не стирала полотно. Стирала в самом начале, вот когда у меня кайма была связана. Но этого, конечно же, мало для того, чтобы понять, насколько вытягивается или не вытягивается ниточка. Когда будет готово платье, я, конечно же, его постираю. Итак, небольшое отступление. Значит, по петлям я сказала, сколько убавила, сказала. Вот здесь поменяла спицы. И еще хочу обратить ваше внимание, посмотрите, как моя ошибка стала преимуществом. Помните, вот здесь я провязала лишний ряд. И у меня вот этот ромбик в последнем ряду получился... Этот ромб отличается от этих, которые идут в кайме. И посмотрите, как красиво это смотрится. Особенно вот здесь. Вот так вот ошибка стала преимуществом. Так что, иногда ошибки нужно делать. Итак, какие же здесь ниточки? Ниточки здесь... Троицкая, моя любимая, шелковый блеск. То есть здесь две ниточки. И шелковый блеск, оттенок шампанское. 400 метров на 100 грамм. Это натуральная ниточка, вытяжка из эвкалипта. И вот итальянская бобинная пряжа Морис. Здесь практически синтетика. То есть 12% махера, а остальное там синтетика. Обзор по этой пряже тоже есть на канале. Пряжа, как я поняла, стоковая. Я ее нашла на ярмарке мастеров. И она подорожала. Я покупала эту пряжу по 176 рублей, по-моему. Сейчас она в том магазине стоит 300 с чем-то. На ярмарке мастеров я нашла ее по 260 рублей. Но уже хотела купить, а потом как-то приостановилась. Думаю, свяжу это платье. Немножко его поношу. Посмотрю, как оно себя поведет после стирки. И потом, если эти ниточки останутся, я их докуплю. Но осталось уже мало оттенков. И я имею в виду вот этой бобинной Морис. И, ну, как бы, тот цвет, который я хотела, его не хватает к тому количеству, которое я хотела бы заказать. И поэтому, в общем, остановилась. Пока ничего вот это заказывать не буду. Ну, как бы, вязать чисто из этой пряжи я бы не решилась. На мой взгляд, она немножко грубоватая. А вот вместе с шелковым блеском получается вот такой вот легкий меланж. И она приобретает, ну, совершенно другие свойства. То есть, вот это мне очень нравится. Сейчас вот нет солнышка. Я уже повключала вот везде свет, где только можно, да. Но всё равно не передаёт вот это освещение всей красоты вот этих ниточек после смесовки. Платье очень мягкое. Ну, просто очень приятное к телу. Лёгкость такая. И вот этот блеск мне очень-очень нравится. Я думаю, что это, конечно же, вот после того, как я добавила ниточку шелковый блеск. То есть, поменялся состав ниточки, и он меня устраивает. Итак, идём дальше. То, что я хотела вам рассказать. Как же я вязала дальше. Вот посмотрите, какая широкая юбка. Я когда вначале вот связала, даже в видео я рассказывала, что у меня был шок. Мне показалось, что это очень большая юбка. То есть, я промахнулась с размером. Но потом, как оказалось, всё очень-очень хорошо смотрится. Я даже вчера уже на себя примеряла эту красоту. То, поверьте, девочки, просто шикарнейшее платье будет в итоге. Я в этом просто уверена. Так что, хорошо, что не распустила. Вот этот размер, количество петель в 290, ну, нормально. То есть, немного. И почему? Почему немного? Потому что я сделала, надеюсь, правильные убавки. Сейчас расскажу об убавках. Смотрите. У меня получается по платью вот таких вот ромбов 12. То есть, 6 с одной стороны и 6 с другой стороны. И вот как я убавляла. Ну, во-первых, то, что я здесь сменила спицы с 3,5 на 3, уже пошло убавление. И потом, вот здесь даже места убавок, они видны. Вот первая убавка. Вот вторая убавка. Вот третья убавка. Всё. Дальше у меня шло прямо. И вот здесь вот, когда я дошла до резиночки, о ней мы сейчас поговорим, я там убавила буквально 6 петелек. Итак, смотрите. Провязала вот до сюда, первую убавку сделала. Провязала один вот рапорт вот этого ромба, сделала вторую убавку. То есть, мне нужно было сразу резко убрать вот это большое количество петель с подола юбки. И потом ещё один ромб провязала и сделала последнюю третью убавку. И таким образом, смотрите, у меня убралось... Так, значит, в каждом, в каждой вот этой вот, в каждом сегменте с двух сторон идут убавки. То есть, здесь две, здесь две, здесь две, и в каждом вот этом вот рапорте узора, да. И получается, что я убрала... Сейчас прям посчитаю на калькуляторе. С математикой в уме очень-очень сложно. То есть, при каждой убавке у меня убавлялось 24 петли. Ну, то есть, считаем 12 рапортов, да, 12 этих ромбов в каждом сегменте по 2 петли. Умножаем на 2, получается 24 петли. То есть, провязав до сюда, 24 петли минус. Отнимаем, значит, 288 минус 24. Провязала сюда 24 петли минус. И провязала... А, ну, это третья уже, да. Вот сюда, получается, еще 24 петли минус. Значит, отнимаем 24, умножаем на 3. И 288 минус... Сколько? 60... 72 петли. Вот, считайте, сколько получилось. Ну, лучше мы перейдем на балкон, и я там схематично еще вам покажу, и расскажу о размерах, и о том, сколько петель у меня осталось. И таким образом я вязала вот прямо до вот этого места. Значит, платье, а силуэта с завышенной талией. Смотрите, что я еще изменила. Мои хорошие, я как бы не слишком приталена. Ну, то есть, оно по мне сидит очень хорошо на мне, да. Но, так скажем, не в облипку. И я понимаю, что вот эта резинка из этих ниток держаться вообще не будет. Это я точно знаю. Я сделала по центру вот такие вот дырочки. В эти дырочки я потом вставлю кулиску красивую, свяжу. Может быть, какие-то кисточки. Кстати, наверное, сделаю вот такие кисточки, видите, как на шторах. Вот. И потом продену сюда эту кулиску. И вот здесь у меня будет, как бы, эта резиночка собираться. Думала, думала. Сначала думаю, может спандекс туда вставить. Ну, я, честно говоря, не очень люблю спандекс. Вот. И потом придумала вот такой элемент дырочки. Как я делала эти дырочки? Да, очень просто. Там, где лицевые петли, значит, две вместе провязывала, накид и лицевая. Всё, дырочка готова. И вот по всей этой резиночке у меня вот образовался такой элементик. Девочки, что я дальше планирую? Я сначала хотела следовать, вот как предлагает источник наша артистка. Поэтому дальше я, что я буду делать? Я буду вязать реглан снизу. То есть сейчас я буквально здесь провяжу один вот этот вот ромбик вверх. И это уже будет пройма подреза для рукавов, где нужно будет делать. И дальше я приступлю вязать рукава снизу. Кстати, здесь они тоже, по-моему, снизу вяжутся. Здесь они вшивные, повторюсь. Вот. И потом буду эти рукава вводить, соединять вместе с основным полотном, то есть с нашим платьем. И буду вязать реглан снизу. Очень хочу это освоить. Я никогда этого не делала. Да и вообще, это моё первое платье спицами. Кто не знает, я учусь вязать спицами с осени прошлого года. Вот. И поэтому вчера я искала очень много дельных блогеров. Ну, как дельных. То, что мне нравится. Мы же все разные. И нашла канал Светланы Заяц. Света, большое спасибо тебе за твой канал. Где очень подробно, очень доступно, ну, для меня, во всяком случае, мне нравится подача информации. Там Света вяжет, ну, вот на примере вязания её свитера регланом снизу. Я, как бы, для себя поняла, во всяком случае, поняла, как это делается. И, скорее всего, я буду следовать именно вот этим объяснениям Светочки, да, и вязать реглан снизу. Господи, сказала сверху. Буду вязать реглан, конечно же, снизу. Теперь, какая загвоздка у меня получается. Смотрите. В источнике эти вот ромбики идут, их там пять штук. И поэтому, получается, вот видите, параллельно идёт. Сейчас вот я попытаюсь показать. Да ладно, пальцем. Все свои, как говорится. Видите? Вот отсюда переходит сюда ромбик. Вот отсюда сюда. Да, потому что вот здесь вот по юбке их пять. И это возможно сделать. У меня это невозможно сделать, потому что у меня шесть сегментов ромба. И я не могу вывести, ну, то есть не могу отцентровать, чтобы три пошли именно так, как предлагает источник. Я думала над этой темой. И смотрите, как у меня будут дальше развиваться события. Значит, у меня ромбы будут идти со смещением. То есть не друг над дружкой, да? А я их смещу. Это может быть даже будет очень красиво. То есть ромбы по верхней части платья у меня пойдут со смещением, пирамидкой. То есть у меня ромб будет начинаться над вот этой, можно сказать, вот приблизительно над вот этими линиями. И тогда у меня как раз получится вот здесь вот, вот этих три ромба по верху платья, по лифу, так скажем, да? Ну и здесь пойдет реглан. Вот это мои мысли. Делюсь с вами своими мыслями. И сейчас перейдем на балкон. Я там все это схематично нарисую. Четко расскажу, сколько петель. В общем, про пряжу вы знаете, про спицы знаете. И, конечно же, вместе с вами распакуем вот эту посылочку. Мне так хочется это сделать. Я просто себя сдерживала. Думаю, сделаю это вместе с вами. Итак, давайте перейдем на балкон. Еще раз немножко полюбуемся на эту красоту. Девочки, я очень довольна. Я вся в таком предвкушении, чтобы это надеть на себя и снять ролик. Вот она наша красавица. Продемонстрировать вам, как это будет смотреться на мне. И да, по весу платья. Вот то, что сейчас я связала, вот эта ёбка, да? Она весит 430 грамм. 430 грамм. Я думаю, что, ну, еще там рукава. Ну, грамм 300 у меня, наверное, еще уйдет. На верх платья и на рукава. Ну, где-то 800 грамм, вот на мой размер, при такой смесовке пряжи. Я думаю, что, да, так и пойдет. Теперь, мои хорошие, что я еще вам хотела показать? Сейчас покажу. Смотрите, как я соединяю ниточки. Кстати, мастер-класс по соединению нитей без узлов у меня тоже есть на канале. Вот, посмотрите. Вот это я потом иголочкой заправлю. Но это вообще не видно, просто вообще никак не видно с обратной стороны. Посмотрите, у меня таких соединений уже три по вот этому платью. Вот еще соединение. Сейчас я найду вверх. Вот вверху сейчас недавно соединяла прям. Вот, посмотрите. Вот такое соединение. Мне очень нравится этот способ. Найду этот ролик. И кому интересно, может быть, кто-то недавно на канале. Вот, видите? Узла вообще нет. Вот здесь вот ниточка и вот здесь ниточка. Это потом заправится иголочкой и все. А с другой стороны, уж поверьте мне, там вообще-вообще ничего не видно. Вот, это сказала. Все, давайте перейдем сейчас на балкон. Я там нарисую схематично то, что я хочу сделать. И распакуем посылочку. Девочки, вот пока не ушла на балкон, вспомнила еще, что я не рассказала. Смотрите, область резинки, то есть вот эту резинку я вязала спицами 3,75. То есть вот это полотно вверх, спицы троечка у меня идут. А вот резиночку я вязала спицами немножко меньше. Наверное, тоже важный момент. 3,75. Вот эти китайские спицы, я ими очень-очень довольна. А потом перешла, вот сейчас у меня уже здесь троечка стоит. То есть имейте в виду, что резиночка вязалась спицами размером немножечко меньше. Можно было бы даже уйти и на 2, что я сказала, 3,75, 2,75, конечно. Можно было бы уйти и на 2,5. То есть на размер меньше. И так, мои хорошие, перешла я на балкон. Осталось рассмотреть два вопроса. То есть схематично я нарисовала платье и распаковать спицы. И так, давайте начнем с платья. Вот такую схему я нарисовала. Давайте пройдусь еще раз. Значит, вот здесь вот изначально были набраны 290 петель. Вот они нарисованы. И вот это расстояние у меня получилось 89 сантиметров. То есть по краю, по низу, по самому нижнему краю 89 сантиметров. Я, конечно, тогда испугалась. Сейчас смотрю, что это нормально. Да, не написала здесь, что это спицы. Спицы 3,5. Пишу шпаргалку для себя, потому что очень нравится платье. На этой базе я планирую еще связать похожее платье А-силуэта. Но, естественно, с другим рисунком и с другой пряжей. Итак, двигаемся дальше. Кайма вязалась спицами 3,5. Потом, сразу после каймы, я перешла на спицы 3. Вот пишу себе спицы. Спицы 3 мм. И пошла делать убавки. Как делала, я уже показала в каждом сегменте с двух сторон. То есть убавляла 2 петли. И таких убавок у меня по платью получилось через каждый ромбик 3 раза. То есть минус 24 петли. Ромбик провязала, следующий начала минус 24 петли и минус 24. То есть 72 петли. Получается 288. Вот здесь я 2 петли убрала, чтобы попасть в этот рисунок узор ромбы. Мне пришлось убрать всего 2 петли. Это несложно. И вот на 288 петлях, так видно там в камеру, не видно. Вот. Я вязала уже вот этот основной ажур. 3 раза убавки. Значит, 288 минус 72. Что там получается? Сейчас посчитаем. Посчитаем. Я уже написала все. 216 петель у меня вот здесь осталось. И после вот этих трех убавок, вот это расстояние, вот оно, у меня уже сократилось до 60 сантиметров. То есть по низу 89, здесь уже 60 сантиметров. Все. Дальше я просто вязала вот этот основной ажур, просто прямо ничего не убавляя. Буквально вот до этого места, до резинки. И чтобы попасть в узор резинки, я убрала 6 петель. У меня получилось 210 петель, вот когда я начала вязать резинку. Как вязала резинку, как делала дырочки, я вам уже рассказала. Значит, что у меня по ромбам. Сейчас посчитаю. То есть, начиная с каймы, когда уже пошли вот эти отдельные ромбы вверх, у меня их получилось 7. На картинке там 10 ромбов. 10 вот этих вот ромбиков. Это, наверное, очень высокая модель, потому что там на картинке платье выше колена, у меня на мой метр 68, у меня рост, платье получится ниже колена. И еще я думаю, что немножко после ВТО оно, конечно же, немножко вытянется сантиметров на 5. То есть, у меня такое достаточно длинное платье на 7 вот этих ромбиках. То есть, у меня вот здесь вот этих ромбиков получилось 7. Не помещу я сейчас. Ну, короче, 7 штук. Вот здесь вот 7 ромбов. Это просто вам, если кто будет вязать, чтобы вы понимали размер мой, да, мой рост, чтобы понимали, может быть, вы как-то по-другому сделаете убавки. Я почему вот так сделала сразу 3, потому что, понимаете, у меня вот здесь вот 89 сантиметров. Это много, и я как бы сразу сузила, во-первых, для экономии пряжи я убрала вот это расстояние сразу, а потом уже пошла вязать вверх четко, прямо. Ничего не меняю, вяжется очень легко, рекомендую. Ну и дальше, девочки, я как бы вам рассказала, что дальше я сейчас приступлю прям свяжу еще один ромб вот здесь вот после резиночки. И вот здесь уже будут у меня подрезы после этого ромба, и я приступлю вязать рукава, и потом соединять, и идти регланом снизу, получается. И, скорее всего, объяснила я, как у меня будут располагаться эти ромбы уже вам, да, что они будут со смещением. Тут они вот нарисованы друг над дружкой, но у меня пойдет со смещением. И, наверное, здесь, так как линия реглана будет, тоже получится ромбика два, а над центральной, да, вот здесь вот, в центре, получится три вот этих ромбика. Но это такие мои задумки, и что я буду делать дальше. Ну а сейчас самое интересное. Давайте распечатаем спицы. Кстати, для меня неожиданность. Спицы я получила ровно через 9 дней после заказа. Ссылки я оставляла сразу, как только я заказала эти спицы в этом магазине, в Алиэкспресс. И я довольна этим магазином. Очень довольна, потому что такой быстрой доставки у меня вообще никогда не было. Так, давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, шесть наборов я заказывала. То есть, начиная от 3,5, по-моему, и заканчивая, по-моему, семерка. На каждой спице здесь написан размер. Сейчас вытащим, посмотрим. Спицы шикарные. Спицы это такие же, как вот эти металлические, с вот этим тросиком. Очень удобный тросик и очень удобное вот это соединение. Девочки, петли просто летают. Просто летают. Да, прости от меня Ади. Ничего не буду сейчас говорить об Ади в дорогих спицах. Но вот этими я очень-очень довольна. Прекрасное качество. Не будет вот здесь цепляться петли. Я думаю, 60 сантиметров, по-моему, больше не было. 60 или 80. Вот эти, наверное, сантиметров 60. Вот этот тросик. Посмотрите, какой гладкий бамбук. Приятный звук, приятный стук. Очень хороший кончик удлиненный. Просто сейчас вот в камеру покажу. Девочки, покупайте. По такой цене это просто замечательные спицы. Сейчас открою еще одну упаковочку. Ссылки я и под этим видео оставлю. Я знаю, что многие из вас уже заказали и ждут. А я даже не ожидала, что так быстро дойдут эти спицы. Я довольна и металлическими, и думаю, что буду довольна и вот этими. Посмотрите, какая прелесть. Мне прям хочется еще заказать. Так, странно. Сейчас померяю тросик. А вот здесь вот у спиц, которые размером меньше, ну, разница в тросике, вот видите, да? 2 сантиметра где-то. Я думаю, что тросик здесь 60. Классный. Единственное, как бы, неудобство, это вот эти вот пакетики. Но в органайзере таких спиц я не нашла. Я искала именно вот с этим хорошим соединением. Там на сайте Алиэкспресс множество спиц китайских, и которые соединяются вот как Ади клик-клик, то есть отдельно можно соединить тросик. Но я прочитала, в общем, отзывы по этим спицам именно, вот которые клик-клик, когда тросик отсоединяется, и решила, что нет, я буду заказывать без вот этого механизма именно вот на тросики и с вот этим вот очень хорошим гладким соединением. То есть они такие же, как вот эти китайские металлические, только они бамбуковые. Я очень довольна этим магазином и этими спицами. Прям хочется мне их опробовать. Смотрите, какая прелесть. Очень удобный кончик. Сейчас положу бумагу белую, чтобы, наверное, на белом фоне. Посмотрите. Просто гладчайшая спица, очень гладкая. И вот с таким вот хорошим соединением. Вязать одно удовольствие. Теперь будет у нас тема сделать органайзер. Это уже из рубрики Очумелые ручки. Я думаю, что я придумаю, как сделать органайзер по подобию того органайзера, в котором у меня вот металлические спицы. Конечно же, мы его еще и украсим. И проблема, вот эта проблема, что нет органайзера, некуда положить спицы, да, она исчезнет. Так что нужно сделать к этим спицам просто органайзер. Стоит очень дешево. Там каждая спица, самая дорогая спица, но это, наверное, вот эта вот толстая семерочка, да, стоит 112 рублей. Остальные от 70 до, ну, там, 70, 80. Вот такие вот цены. Прям хочется мне еще один распечатать. Сейчас. Сейчас распечатаю еще один. Одни спицы, один пакетик. И посмотрим. Вот единственное, я говорю, что вот это неудобно. На спице написан размер. Вот, видите? Размер и китайский, и наш. Вот здесь написано шестерочка. Вот они, шестерка. Очень качественная. Я думаю, мохер будет вязать одно удовольствие. Его очень красивый, вот, не красивый, а удобный вот этот вот переход от спицы к тросику. По такой цене это, не знаю, это просто подарок. За весь набор, за вот 6 штук, я отдала что-то 600 с чем-то, по-моему, рублей. Все, мои хорошие, а то уже долго видео, вы уже, наверное, устали от моей болтовни. Поэтому я пойду вязать свое платье золотое. Сейчас немножко провяжу и начну вязать рукава. И, пожалуйста, напишите мне, нужен ли вам мастер-класс. Я, кстати, буду вязать регланом снизу и с ростком, вот как Света Заяц объясняет. Мне очень понравился ее канал и ее видео, ее объяснения тоже немножко такие в моем стиле. Повторяет несколько раз, но мне кажется, это достоинство, а не достаток. Потому что люди, которые только начинают, им нужно повторять несколько раз. Ну, а кого это раздражает, переходите на те каналы, которые вам нравятся. Все, мои дорогие, на этом буду прощаться. Хочу опробовать эти спицы. Я сейчас даже, наверное, рукав начну вязать на бамбуковых спицах, потому что вот эта гладкая пряжа как нельзя лучше подойдет именно к ним. Расскажу потом о своих впечатлениях о этих спицах еще раз в своем видео, но думаю, что впечатления будут самые наилучшие. А пока на этом все. Всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Ситникова. Ситникова.